Продолжаем разговор на тему счастья. Сегодня поговорим о том, как себя вести на работе и как обращаться с другими людьми. Итак, на работе. Подлинный путь сделать себя счастливыми, любить свою работу и находить в ней удовольствие. Франсуаз Дмиттервий. Работать с увлечением, с энтузиазмом. Наслаждаться работой, которую вы делаете. И когда вы делаете это, пытайтесь помогать. Когда вы так поступаете, пытайтесь, старайтесь помочь другим людям. Наслаждаться их работой тоже. Тоже. То есть, помогите получать удовольствие другим людям от работы. Чтобы все было в радость. Работа в радость. Очень важный, очень важный спект жизни – это работа. Вот тут исследование проводилось. И, по-моему, 70 или даже 80% работающего населения хотело поменять свою работу. То есть, люди на работе несчастливы. Это очень тревожно. Конечно, в экономическом концлагере никому нет дела. Люди рабы. Но, все-таки, надо что-то менять, чтобы люди были счастливее, счастливыми. Чтобы люди хотели жить, получали удовольствие от жизни. Таким образом, вы, что нам нужно? Нужен подход к людям на работе с чем? Вот, дружелюбие. Дружелюбный подход к человеку. С которым вместе вы работаете. Культивируйте взаимодействовать с наибольшим числом людей в течение дня. То есть, старайтесь, если вы можете, то взаимодействовать с как можно большим количеством людей на работе. Обзаводитесь с друзьями на работе. Работа становится радостной, если вы работаете с теми, кто вам нравится, кого вы любите, кто вам симпатичен. Тогда работа гораздо... эффективнее и радостнее. Когда вы работаете с другими людьми, старайтесь понимать их взгляды, чувства и опыт. Опыт, жизненный опыт, да. Спрашивайте других об их мнениях, идеях и предложениях. Делайте комплименты и хвалите других. И это будет таким вкладом вашим в общее счастье. Вот комплименты, похвалы, положительные эмоции. Эмоциональная сфера для нас крайне важны эмоции. Крайне важны. Эмоциональная сфера. Вот есть такая эмоциональная тупость. Да? Это расстройство личности. Поэтому... А эмоциональная тупость, она что? У человека нет ценностей никаких. И он не интересуется ценностями других людей. Их мнениями, идеями, предложениями. То есть, проявляйте себя, как эмоционально развитые люди. Эмоциональная тупость, это о чем говорит? О примитивизме человека. Все ради эмоций наших. Поэтому положительные эмоции обязательно нужны. Обязательно. А это доброе слово, комплимент. Способность его и слушать. Хвалите ваших коллег. И избегайте того, чтобы их подавлять, унижать. Когда вы видите хорошее качество в других людях, не стесняйтесь показать им свою признательность, высокую оценку их качеств. Дайте людям знать, что они делают хорошую, эффективную работу. Когда вы делаете что-то, то есть, когда вы заставляете кого-то чувствовать себя хорошо, вы также чувствуете себя хорошо. посылайте вашим друзьям и коллегам хорошие пожелания или поздравления с помощью мессенджера. Или просто на словах, на словах можно сказать, да, вот поздравления, вот такие мессенджи, послания. Делайте такие послания. Поздравительные, да, или теплые пожелания тебе, там, хорошего дня, хорошей работы, ну и так далее. Придумайте что-то не столь, может быть, ординарное, да, что-то, может быть, и шутки какие-то с юмором. Когда вы благодарите людей в письменном виде за то, что они сделали или дали вам. посылайте открытки вашим друзьям и коллегам. Открытки. Избегайте жалоб. Мы учимся, нам следует учиться, научиться быть сдержанными, тактичными, и осторожными, сохранять честность и хранить частную информацию в тайне. То есть не распространять какую-то частную приватную информацию о других людях. дайте другим людям увидеть посредством ваших действий, что вы держите все обещания, и что вы открыты для общения, для них. То есть, вы открыты, готовы выслушать, и при этом вы умеете хранить чужие секреты, да, и выполняют свои обещания. очень важно. Очень важно. Если человек не выполняет обещания, все, он сразу же вот на этой как бы шкале нравственной, он сразу вниз падает. И так мы устроены. мы очень ценим тех, кто умеет выполнять обещания. Политики обещают много, да, а людям все мало, они все обещают и обещают, а людям все мало. поэтому политики вот это вот на самой низкой ступени нравственного развития находятся, да, вот на этой шкале нравственной на самом, в самом низу находятся. Ну, им уже никто не верит, то есть им это просто вот ну, программа такая, люди ходят на выборы. Вот. Ну, есть, конечно, наивные люди, их немало. Дальше. И люди тогда будут доверять вам, уважать вас и восхищаться вами. Это мудро не быть вовлеченными в сплетни. Вместо этого вам следует быть открытыми и честными. Не смотрите свысока на людей, на других людей, или и не навешивайте ярлыки на них. Вот. Ярлыки навешивать самое ужасное. И это все сделает вас самих несчастными. То есть заставит вас чувствовать себя несчастливыми, если вы будете так себя вести. навешивать ярлыки на людей, смотреть на них сверху вниз, презирать людей. Мы знаем с вами, что вирусными заболеваниями болеют те, кто презирает людей. Это такое наказание. Обращайтесь с другими хорошо. Есть один единственный путь иметь друзей, это самому быть другом. Ральф Олд Эммерсон. Уважайте взгляды других людей, ценности и образ жизни. Поскольку все мы разные. И все мы живем своей жизнью, нашей собственной жизнью. Все разные, у каждого своя жизнь. Поэтому это надо уважать и принимать. старайтесь развивать вот эти доверительные связи с членами вашей команды, с вашими коллегами, доверительные отношения развивать. помогайте другим развиваться, развиваться. Практикуйте доброту и веру в людей. Вот это у меня очень сильная сторона, что я верю в людей. и что я вижу в людях хорошее. Вот между прочим, раньше как бы у меня была такая слепая вера, то есть я верил и видел в людях только хорошее. я на этом погорел, погорел несколько раз. Вот, но теперь просто вот жизнь, она внесла свои коррективы, вот такая психологическая коррекция произошла благодаря жизненному опыту моему у меня. Я не перестал видеть в людях хорошее. Нет, наоборот, я вижу когда человек не видит себя со стороны, я вижу какие у него есть таланты, способности, на что он способен. И я по-прежнему верю, верю в людей. Но при этом теперь благодаря моему богатому жизненному опыту я вижу и реальность. Я вижу то, какой человек сейчас есть. Что он из себя представляет. Вот, вот это потрясающе. То есть, жизнь, она не убила во мне лучшие чувства. Нет. Как? А она просто скорректировала мои взгляды. я несомненно вижу там зло, ну, все вижу, что есть, да. Но при этом я и вижу в человеке его лучшую версию, которой он может стать, если будет заниматься саморазвитием, если будет работать над собой. поэтому я, в общем-то, отношусь к людям по-доброму. вот один буддистский монах сделал, делает выводы, что мы были бы более счастливыми, если бы мы лучше относились друг к другу. Конечно, конечно. Лучше относиться друг к другу. прекрасное пожелание буддистского монаха. Вдохновляйте, поощряйте других людей, одобряйте, да, демонстрировать хорошую работу и достигать своих целей. Воплощать в жизни свои мечты. Поощряйте это, делать. Но я этим уже профессионально занимаюсь. И я вижу результаты прекраснейшие, просто прекрасные результаты своей работы, когда я вдохновляю людей воплощать в жизнь их мечты. Люди сами в восторге, они поднимаются, просто крылья появляются, люди летают. Вот состояние творческого полета. Не подозревая раньше о том, что такое возможно. Ну, что такое работа с психологом. избегайте мелочности, придирчивости, поскольку это вызывает, что? Мелочность. Вот, придирки вызывает, придирчивость, поиск ошибок у людей и разных ситуаций таких. Ну, как правило, больные люди, психически больные, они очень придирчивые и мелочные. И, к сожалению, к сожалению, это очень распространено. Так, если мы постоянно ищем ошибки в других людях, если мы позволяем мелочности доминировать в наших взаимодействиях, в нашем взаимодействии с людьми, мы не сможем достичь счастья. Счастье это не мелочность. Счастье это слишком большое, глобальное и мелочность не является проявлением счастья. Наоборот, мелочность, придирчивость, это поиск ошибок, это проявление несчастья. Несчастье. Лучше не заниматься, не практиковать эту мелочность и недоброжелательность, поскольку делая это мы будем только чувствовать себя несчастными. Мелочность не позволит вам достичь ваших целей. Наша цель какая? Успех, счастье, наслаждение жизнью. Покажите людям преимущество сомнений. Сомнений. И не предполагайте плохого, когда вы видите или слышите что-то плохое о ком-либо еще. То есть вот сплетни, да, вот о человеке говорят разные гадости. ну не надо это, ну сомневайтесь в том, что говорят. Сомневайтесь, очень полезно сомневаться. Ну кто говорит гадости? Как правило те, кто сам гадкий человек. Сам гадкий человек. Гадкие люди говорят гадость. Хороший человек видит хорошее. Не надо путать с критическим мышлением это, да. Я имею ввиду вот такие сплетни. сплетни. Одно дело характеристика человека, но она должна быть адекватной, объективной. А другое дело навешивание ярлыков, проявление злобы, да, сплетен, мелочности, недоброжелательности, вот, как бы предвзятое отношение. Вот предвзятое отношение, вот это плохо. дальше. Дальше. Так же, как не следует чувствовать себя параноиком, когда люди, с которыми вы работаете, и это только сделает вещи сложными для вас. Параноиками по поводу того, что вот они, вот эти люди, хотят постоянно все, ну, все вот усложняют, да, все усложняют вам. И ставят палки в колеса, да, вместо того, чтобы вот просто было все, они вот делают все простое, сложное, и невыносимо. Или что они всегда готовы найти у вас ошибки. Да, вот не надо об этом думать, не будьте параноиками, что вот все хотят у вас ошибки найти, там, плохо ищут, да, все хотят вам усложнить жизнь, это, это только сделает вашу жизнь на работе очень некомфортной. Не распространяйте слухи и неправду, поскольку это может сделать вас несчастными. Счастье, счастливый человек избегает говорить плохое о других людях, говорить плохо о других людях. Счастливый человек не говорит гадости, не говорит плохо о других, наоборот, в каждом видит хорошее. счастливые люди улыбаются на работе очень часто и они весьма наслаждаются собой, наслаждения собой. Они позитивные, доверяют тому, что если даже дела идут сейчас не очень хорошо, то в конце концов ситуация улучшится. Если сейчас что-то не так, что-то плохо или не так, как мы бы хотели, то это же не всегда так будет, правильно? Это временно. счастливые и позитивные люди понимают, что все имеет начало и конец, что этот период пройдет, что он нам дан не случайно, он нужен, и потом ситуация исправится, изменится к лучшему и снова засияет солнце. Обращайтесь с людьми, уважая их чувство собственного достоинства и с достоинством, обращайтесь с людьми с достоинством и поддерживайте чувство собственного достоинства у других людей. Это важно, очень важно, потому что если человека унижать, то он будет вести себя как отброс, как отрепье, как подлец. Поэтому очень важно поддерживать чувство собственного достоинства и в себе и у другого человека. Это крайне важно. Вот все знают про это российское хамство, советское хамство. оно и капиталистическое хамство тоже есть. Хамство его везде много. Ну вот, и люди так и относятся друг к другу. Как правило, хамят, грубят и заслуживают часто такого же отношения, потому что сами по-хамски себя ведут. Вот. Я тут слушал как-то воспоминания. Вообще, что такое человек? Человек это память. Поэтому чем больше будет впечатлений у вас, тем лучше. Ярких впечатлений, полных любви, радости, удовольствия, счастья, получайте впечатление. Память вашу заполняйте такими яркими впечатлениями, красками, чувствами, эмоциями. Вот. И вот я как-то смотрел выступление ученицы Юлия Николаевича Рериха. И она рассказывала про эффект Рериха. И вот самые такие вот в этом университете люди, вот человек там один, который, ну, на котором клейма там негде было ставить. Вот все знали, какой это подлец, какой это негодяй и недостойный человек. Вот. Он в присутствии Рериха менялся. менялся и вел себя с ним совершенно иначе. Почему так происходило? Потому что Рерих видел в нем человека, видел в нем достоинства и обращался с ним с огромным чувством собственного достоинства. Вот эффект. Это сложно. Это сложно. Это надо все-таки, ну, это нужна тренировка, очень высокий уровень, уровень личностного развития. Вот. Но, тем не менее, вот такое возможно, что даже в самых отпетых негодяях, в конченных людях уже может пробуждаться хотя бы на какое-то время вот это чувство собственного достоинства. Вот. И тогда все счастливы. Все счастливы. Спасибо вам за внимание. Задавайте вопросы. В следующем ролике продолжим, продолжим разговор о счастье. Потом у нас будут новые темы. Я помню, я помню, нас ждут очень интересные темы. И я помню, что я вам обещал рассказать про философию Вуду. ворота, которое будет являться воротами в сказочную жизнь. Будем обо всем этом говорить и о многом другом. Вот. Будьте счастливы и наслаждайтесь жизнью. Задавайте вопросы. Да. И что я хочу еще сказать, что я сегодня пересматривал ролики для спонсоров наших. Там уже 161 ролик. Потрясающие ролики. На самом деле очень хорошие, очень интересные. И про конфликты, и про расстройство личности, и по философии, по исцелению, по вот этой проработке детских психотравм, отношении с родителями и так далее. Много всего интересного. Поэтому становитесь спонсорами. Спонсорами стать очень просто. Для этого всего 1 евро в месяц. Вы платите 1 евро и вы поддерживаете таким образом наш видеоканал и получаете бонусы в виде бесценных, очень интересных, важных, полезных, нужных, необходимых каждому знаний, которые есть в наших видеороликах. Спасибо тем, кто делает донаты, поддерживает наш канал. Это тоже очень важно. Чувство благодарности. Я считаю, что это главное чувство благодарности. Оно вообще и остается. Когда все другие чувства проработаны с психологом, психотерапевтом, остается одно чувство. Это чувство благодарности и счастья. Потому что никого тебе не жалко. Вот это чувство жалости. Невротическая потребность в любви тоже ее нет. Потому что тебе не надо, чтобы тебя любили, ты себя любишь и так. Настолько ни один человек тебя не полюбит. Даже родители. Ну и все другие чувства там прорабатываешь. И остается одно чувство это счастье. Чувство счастья. Два чувства счастья и благодарность. Благодарности за все что с тобой произошло. Потому что все это уроки. Все это работает на твое развитие. Вот я вижу, что все работает на мое развитие. Вот просто все. Все обстоятельства, ситуации, люди, они все меня развивают. Все с кем я встречаюсь. Умные люди прекрасно. Это благодать просто встретить умных, мудрых, людей на своем пути. Дураки, кретины, дебилы тоже. Благодаря им тоже ты понимаешь как устроено, как работает и избавляешься от иллюзий. Подонки, подлецы тоже самые. Сумасшедшие тоже. Какие-то с расстройством личности тоже. В общем, обстоятельства, которые создаются, условия, ситуации тоже работают на меня. Потому что ты не хочешь в чем-то участвовать или не можешь. У тебя освобождается время для себя, для саморазвития, для своего дела, для своих интересов. потрясающе. Потрясающе. Тебе есть к чему стремиться. И так далее. Ты ищешь выход. Ты развиваешься. Ты работаешь над собой. Все работает на нас, друзья мои. Будьте счастливы. и но я сказал, что обращайтесь с другими хорошо, но и обращайтесь с собой хорошо тоже. Потому что не надо о себе говорить. Вот все, что я сказал здесь применительно к другим, да, не говорите о других плохо, будьте добры к другим и верьте в других, цените, то есть уважайте взгляды, ценности и образ жизни, вдохновляйте, не будьте мелочными, не навешивайте герлыки, не предполагайте худшего, сомневайтесь в словах там чьих-то, да, в оценках тем более. Это все, да, обращайтесь с достоинством. Все это относится и к нам самим. То есть в первую очередь нужно так с самими собой обращаться. не сомневаться, не навешивать на себя ярлык, допустим, вот я неудачник, я там еще что-то, вот я плохой человек, человек, я ничего не значу, я ничего не стою, я не интересный человек, меня не любят, вот это ярлыки мы навешиваем, оборот, вот не надо этого делать. второе, что, с добротой к себе относиться, быть добрым к себе, свой образ жизни оценить, вот напишите на листе бумаги, что вы любите, что вам приносит удовольствие, и обязательно это воплощайте в жизнь, допустим, вот спа, да, там, бассейн, сауна, массаж, прогулки, поездки, путешествия, чтение книг, просмотр комедий, сон, медитации, общение с людьми интересными, планируйте это все, пусть это все будет в вашей жизни, не отказывайтесь от своего образа жизни, ни за что, никогда, ценить, ценности ваши, какие, вот, ну, я о ценностях уже говорил, да, много, но, что, допустим, открытость, да, открытость, значит, открытость предполагает, вот, общительность, да, то, что вы, знакомитесь с людьми, ходите на разные мероприятия, изучаете различные предметы, саморазвитие, и так далее, взгляды ваши ценить тоже, не придирайтесь к себе, да, ну, вот, там, ошибку сделала, еще там что-то, не надо придираться к себе, все делаем, все делаем ошибки, это, ничего там нет страшного, главное это что, понимание, да, понимание, не надо придираться, быть мелочными, вот, будьте доброжелательными к себе, не, не позволяйте злобе поселиться в вас, да, злоба, что это признак чего, злоба внутри, что вы не так живете, что у вас сбой, что ваша душа, это протест души, ведь душа наша тоже протестует, злоба это протест души, значит, что надо сделать, прислушаться к душе, чего она хочет, что ей нужно, и жить в соответствии с потребностями души своей, да, удовлетворять потребности души, вот, тогда злобы не будет, будет счастье, не быть параноиком, да, что вот все там, что все сложно, вот, кстати, параноидальное расстройство личности, посмотрите эти ролики про расстройство личности, это безумно интересно, помимо описания этих 14 видов расстройств личности, там есть еще и советы практически, как обращаться с такими людьми, не находите у себя ошибки, не извиняйтесь, вот это постоянно, извините, извините, я вот это слышу, это люди с низкой самооценкой, наоборот, если вы, допустим, задержались, не извиняйтесь, извините за опоздание, вот это ужас, да, нас учили, постоянно вот обвиняли, можно сказать, спасибо, что подождали меня, спасибо, что подождали, ведь умному человеку всегда есть чем заняться, он или думает о чем-то, или аудиокнигу слушает, или пишет, или, ну, постоянно, у меня нет такой вообще проблемы, что я жду кого-то, нет проблемы ожидания, я ничего не жду, я всегда занят, у меня всегда голова занята мыслями, у меня просто куча проектов, сейчас мне предложили сказку написать, я придумал интересный ход, интересную идею этой сказки, посмотрим, попробуем, что получится, но вот я уже думаю об этом, очень полезно, вот, ну, это ладно, это в следующий раз поговорим, там еще одна тема есть интересная, как нам от привычного, от привычек своих отказаться и продвинуться в любимом деле, и в жизни вообще, и получать удовольствие от жизни, потому что привычки наши, да, вот этот вот, как бы ритуал, или, в общем, привычные представления о жизни не мешают нам, часто не мешают нам добиться успеха и получать удовольствие от жизни. Вот, вот это я хотел сказать, значит, в первую очередь о себе думаем, да, не унижаем себя, не подавляем, делаем себе комплименты, хвалим себя, принимаем себя такие, какие мы есть, ценим себя за все, что мы делаем хорошего, да, не сплетничаем о других, вообще о других, поменьше думайте о других, поменьше, и когда вы думаете о других, вы не думаете о себе, ну, это логично, потому что мы не можем думать сразу о двух вещах, вот, когда мы помогаем другим, да, мы часто помогаем себе, вот, допустим, вот есть такие центры помощи беженцам, да, иммигрантам, такая, вот эти центры, кому они нужны больше? Они нужны больше сотрудникам этих центров, вот, которые представляют собой альтруистические типы, они рады помогать людям, они самореализуются, они чувствуют свою ценность, ну хорошо, всего доброго, до новых встреч!